Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пекко и Маргарита Трояновская сегодня с вами проводят это утро. Здравствуйте еще раз. И, конечно, вот прекрасная традиция. Нет новостей важнее в наше время, чем новости о вакцинации и ковиде-19. К сожалению, как сообщает Лето, на прошлой неделе темпы вакцинации были вторыми самыми низкими за лето. И, тем не менее, мы получаем в то же время сведения о том, что вариант дельта коронавируса распространяется по Европе. И все более и более какие-то такие тревожные сигналы поступают о том, что все европейские страны начинают испытывать большое беспокойство по этому поводу. Ну и поговорить об этом мы хотели, вот о том, что как, какими темпами продолжается вакцинация у нас в стране с представителем бюро вакцинации Ингой Васильевой. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот правда ли, что на прошлой неделе все-таки не были темпы вакцинации самыми, ну не то, что самыми высокими, но вот едва ли не стали самыми низкими за все лето? Увы, да, конечно, эти данные лето берет из официальных данных службы национального здоровья, то есть да, это официальная дата и увы, статистика такая, но нужно иметь в виду, что данные за прошедшую неделю, они еще сегодня, завтра, послезавтра будут дополняться, потому что медики, они вводят эти данные в течение еще двух дней после факта вакцинации. Так что немножко эти данные все-таки поменяются. Инга, вот хотелось спросить, наверное, наиболее актуальный сейчас вопрос, это, разумеется, прошедшая на прошлой неделе, вот эта вот акция протеста против принудительной, как вы назвали, вакцинации. Я там лично как журналист присутствовала, я скажу честно, людей было какое-то неимоверное количество, мне даже стало в какой-то момент немного страшно, потому что я к таким толпам в Риге просто не привыкла. Напомню, что люди выступали против принудительной, как они выражались, вакцинации, звучали заявления, что эта вакцина вообще экспериментальна, что она вредная для детей и вообще опасность ковида в целом преувеличена. Вот вам слово, как вы прокомментируете прошедшую вот эти вот акции. Знаете, к сожалению, я не знаю, как это проходит в других странах, но в нашей стране медицинский процесс, то есть вакцинация – это медицинский процесс, медицинская какая-то, ну скажем так, ну не операция, а медицинский фактор, как-то стал гремучим коктейлем, перемешанным с политикой. Я думаю, ни для кого не секрет, что в принципе то, что было в среду, это смешанно. И мнение людей, которые не согласны с тем, что вакцинируют общество, на мнение людей, которые недовольны вообще действием правительства, и мнение людей, которые в принципе хотят ворваться в политическую нашу жизнь. То есть это такой гремучий коктейль, а куда он нас приведет, мы только можем, ну будем смотреть, как это произойдет. Но скажем, то, к чему призываем мы, в принципе, пожалуйста, нужно отделить политику от медицины. То есть медицины пускай занимаются медики, политикой пускай занимаются политики. И вакцинация – это медицинская тема. – Приближается учебный год, и, конечно, вопрос вот о том, насколько будет он безопасным для детей и их родителей, потому что ведь в школу могут пойти дети, родители которых не вакцинированы, и которые сами, в общем-то, являются источником риска. Часть преподавателей, учителей еще не вакцинирована. Вот здесь какие есть все-таки последние данные? – Я хочу сразу отметить, вакцина от COVID-19 – это такое не чудодейственное средство. То есть люди, которые вакцинированы, никто не дает гарантии, и никогда не говорил, что они никогда не будут переносить эту инфекцию. Они просто будут, если они заболеют, то заболеют легче, и, скорее всего, они не попадут в больницу, и, скорее всего, судя по данным, они не попадут, скажем так, там будет куда меньше летальных исходов. Но что касается данных, да, я могу оперировать данными, что касается педагогов и что касается подростков в возрасте 12 лет. То есть педагоги, на данный момент их процент вакцинации приближается к 70. Посмотрим, последние данные подойдут сегодня после обеда. На прошлой неделе это были почти 70%. То есть в течение каждой недели на 2-3% эта цифра увеличивается. Что касается преподавателей в высших школах, то этот процент уже куда больше, он более 80%. И самый маленький процент, увы, это у педагогов и персонала детских садиков. Но что касается тоже и самих подростков, которым можно в нашей стране вакцинироваться, то средний процент, и даже не хочется назвать детей, а подростков с 12 до 15 лет, это 19%. А средний процент подростков с 16 до 17 лет, это 34%. Кстати, здесь очень интересно просматривается тоже картина, если мы посмотрим по нашей карте страны, как вакцинируются сами подростки. И мы можем видеть, что, например, есть такие самоуправления, как, я просто смотрю параллельно в карту, например, как Мару, ПА, даже Салкросты, где, например, есть даже такие самоуправления, где этих подростков вакцинированных более 56%. То есть вокруг Риги все эти округи, они, в принципе, начиная с 40 до 56% подростков вакцинированы. Чем дальше от Риги, тем этот процент меньше, и самый маленький он у него в Латгалии. Например, в возрасте с 12 до 15 лет там вакцинация не превышает нескольких процентов, 4-5%. Я напомню слушателям, что сейчас на территории Латвии вакцинация подростков осуществляется двумя препаратами. Это Pfizer и Moderna. И, Инга, скажите, вот что среди детей, ну, подростков, у 12 лет все-таки популярнее? Это Moderna или Pfizer? Существует ли какая-то такая статистика, тенденция? Вы знаете, что касается вакцин, мне лично очень нравится слово популярная вакцина, непопулярная вакцина. То есть это все средства, которые зарегистрированы в Европейском агентстве по лекарствам. И, в принципе, это вакцины. Конечно, у них у каждой есть свои плюсы, свои минусы, как у любого медицинского препарата. Но так как в нашей стране вакцинация подростков в мае с 16-17 лет началась с Pfizer и в июне тоже началась с Pfizer. Мы вакцинируем только несколько недель. Естественно, по статистике больше всего это Pfizer. Если посмотреть, в принципе, мы видим, что уже 8 месяцев прошло с момента, когда первые были вакцинированные люди. Есть ли какие-то, чтобы успокоить, потому что многие выжидают и говорят, давайте, мы бы хотели все-таки понять, не происходит ли все-таки потом каких-то осложнений у людей, которые проявляются спустя какое-то время. Есть ли уже какие-то данные, статистика, как с первыми вакцинированными людьми, их здоровье, самочувствие? Вы знаете, после вакцин у всех людей, у которых появляются какие-то проблемы со здоровьем или какие-то побочные эффекты, или, скажем, там тоже были случаи с летальными исходами, когда люди думали, что это от вакцины, нужно обязательно подать свою заявку в нашу заливал саденторию, то есть в наше лекарственное агентство, где все эти заявки, они, в принципе, рассматриваются в консилиуме экспертов. Что касается людей, которые вакцинировались в начале года, в принципе, на данный момент нет никаких данных о том, чтобы там были какие-то плохие последствия, или люди, скажем, не работают, или проблемы со здоровьем. То есть мы сами знаем очень из своих кругознакомых, очень много людей, которые получили прививку в начале года, и, как мы видим, они функционируют, такие же нормальные люди, как мы с вами. Да, на прошлой неделе вы рассказывали, что в ближайшее время Национальная служба здравоохранения будет закрывать крупные центры вакцинации, и вместо них открывать более локальные, в торговых центрах, в магазинах, ближе к людям, потому что все равно в крупные центры ходят меньше, в основном люди прививаются около дома. Вот скажите, какие из крупных центров в ближайшем будущем первыми будут закрыты, и сколько сейчас этих маленьких пунктов, и сколько их планируется быть в ближайшем будущем? Да, сейчас мы очень активно рассчитываем, скажем так, не знаю, как в ножском слове, капоцитата, вмещаемость, возможность... Помогите мне перевести свою обмещаемость. Да, наверное, я думаю, что вмещаемость как раз, да. Да, вмещаемость, ну не вмещаемость, а, скажем так, возможность в конкретных пунктах вакцинировать, сколько людей. Мы делаем прогнозы, скажем, пессимистические, оптимистические, скажем, такой средний прогноз по тому, как люди могут вести себя и как вакцинироваться в ближайшие месяцы, и сопоставляя эти данные, в принципе, мы моделируем различные ситуации. Да, что касается больших центров, они, договорясь с ними, в основном, у всех заключены до конца августа. Уже в течение лета многие из этих больших центров закрыли свою деятельность, то есть они не работают. В Риге на данный момент открыт только Дом Конгресса, куда можно идти вакцинироваться. Также на этой неделе закрывается большой центр в Йогаве, и уже закрыт большой центр в Лепа и так далее. Но будут некоторые центры, которые, скажем так, после этого анализа, они продолжат свои действия, и тогда мы уже о них конкретно расскажем в конце этой недели. А нужно ли, можно ли просто прийти, если вдруг человек решился, вот спонтанно, он понимает, что да, вот всё-таки надо, и проходя мимо центра, зайти, или нужно обязательно записаться заранее? Можно зайти, да. В данный момент можно уже зайти, да. А мы видим, что, в принципе, прошло уже действительно достаточно большой срок после того, когда первая волна вакцинирована. Будет ли вот ревакцинация, необходимость в ревакцинации? Да, на данный момент эти дискуссии, они проходят, и они проходят тоже среди экспертов. И Министерство здравоохранения, как мы знаем, в мире очень различные тенденции. Мы знаем Соединенные Штаты Америки, где они, в принципе, тоже принимают решение о третьей дозе. Мы знаем, что Израиль тоже принял это решение. Так что новости об этом, они будут в ближайшее время, но, скорее всего, осенью, это вопрос ближайшего месяца или месяца, у нас начнётся тоже ревакцинация. Вопрос, конечно, будет в том, в каком порядке, или это начнётся с людей в зоне риска, или начнётся с людей, которые получили вакцинацию в начале года. Этих новостей мы будем уже ждать от экспертов. Я уже в начале нашего разговора говорила, что вакцинация – это медицинская тема, и поэтому, в принципе, нужно доверять медикам куда больше, чем, скажем, каким-то нашим домыслам, потому что вакцина – это не какой-то там, это не пилюлька, это не витамин С, который мы просто вот решили и хотим принять. В принципе, всё это обосновывается на научных доводах, научных каких-то исследованиях. Ну вот, к слову о медиках, будут ли какие-то ещё осуществлены меры поддержки тех семейных врачей, которые вакцинируют своих пациентов, которые призывают к этому? И, как Вы уже говорили неделю назад, будет проводиться семинар для семейных врачей, где ведущие специалисты будут о вакцинации рассказывать. Вы можете про это немножечко ещё рассказать, именно про врачей семейных и вот вакцинацию, то, что с этим связано. Да, на прошлой неделе начался первый семинар именно для семейных врачей. Первый семинар прошёл в Дауглпелсе, там было порядка 70 семейных врачей из всего региона. И в Дауглпелс к своим коллегам выехали Юрий Перевозчиков, Сармит Эвейда, который руководит ассоциацией семейных врачей. Также там был местный врач-кардиолог, который рассказывал о том, как вакцинация влияет или не влияет на какие-то кардиологические проблемы. Там же там был и тоже наш ведущий психолог Гунт Анджиана. В принципе, и в этой неделе следующий семинар пройдёт уже в Елгаве. То есть раз в неделю в каждом регионе такие семинары для семейных врачей, они будут проходить, и они уже проходят. Что касается второй части Вашего вопроса, Кабинет министров на данный момент утвердил возможность дополнительного финансирования для тех практик семейных врачей, которые будут обзванивать своих пациентов невакцинированных. Что касается остальных финансовых стимулов для семейных врачей, это ещё вопрос Кабинета министров. Так что будем ждать мнения, не мнения, а решения Кабинета министров. Телефоны в студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот мы видим, что много звонков. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу побочки от Pfizer. Так. Да, пожалуйста, вы в эфире. Ну, человек спрашивает, нет ли побочки от Pfizer. Ну, я думаю, что здесь скорее как именно проходит, и в какие моменты следует обращаться к врачу, потому что известен всё-таки факт, что после вакцин есть побочные эффекты, но в большинстве случаев они достаточно терпимы и не представляют опасности. Да, а что касается побочных эффектов, вы правильно сказали, после фактически всех вакцин есть побочные эффекты. Они очень разные в зависимости от организма человека, от специфики организма человека. У каждого они очень разные. У некоторых они очень небольшие, там, скажем, усталость, головная боль. У некоторых тоже температура. Все эти побочные эффекты, они указаны, про них можно прочитать в официальных сайтах тоже СПКЦ и Министерство здравоохранения, а также на сайте агентуры по лекарствам. Поэтому, да, познакомьтесь перед тем, как принять Pfizer с этими побочными эффектами, прочитайте, поговорите со своим семейным врачом, скорее всего. То же, когда вы получите вакцину, если у вас начинаются такие побочные эффекты, с которыми вам некомфортно, опять-таки нужно звонить семейному врачу, скорее всего, они вам подскажут, поможут, как с ними пережить. Нужно ли, если человек вот собирается в какой-то определенный день вакцинироваться, уже заранее договориться, может быть, с работодателем, чтобы взять там выходной день, чтобы, ну, не передруждать организм, не подвергать себя риску? В принципе, это советуется, потому что никто не может прогнозировать, какая будет, какая реакция организма будет. Она будет никакая, скажем, минимальная или немножко более активная. То есть лучше подстраховаться и этот день, ну, провести спокойно дома, чем подвергать себя риску. Я чисто человеческий могу посоветовать, потому что мы тоже люди, которые работают в этом проекте, тоже люди, мы тоже получали вакцины, у нас тоже были побочные явления. Я сама тоже следующий день, в принципе, брала выходной и не работала, потому что не было очень комфортно. Есть ли вот исследования, которые говорят о том, что, ну, некоторым людям не рекомендуют, скажем, ну, по состоянию здоровья или каким-то осложнениям, вот кому нельзя вот вакцинироваться? Ну, это опять-таки вопрос к медикам. Я не медик, я вам не могу на этот вопрос ответить. В принципе, по рекомендациям вакцинация очень советуют, скажем, её советуют людям с различными хроническими заболеваниями, тоже та же самая онкология, перед операциями или после операций. То есть, там очень разные, очень разные, скажем, советы специалистов, поэтому я, скорее всего, на такой специфический вопрос медицинский не берусь отвечать. Ну, то есть, нужно обращаться, тщательно консультироваться сначала с семейным врачом, может быть, потом обратиться к специалистам, если есть какие-то вопросы, сомнения там или какие-то непонятные вещи. Вот, к слову говоря, о вакцинации перед операциями вы рассказывали уже, что она сейчас осуществляет с вакциной Джонсон-Джонсон однофазной, чтобы люди могли быстрее получить иммунитет к коронавирусу. Также вакцинируют Джонсон-Джонсон сейчас педагогов, чтобы быстрее они могли начать работать в учебном году, и пожилых людей в возрасте старше 80 лет. Вот насчёт Джонсону. Всё-таки понятно, когда будут поставки или всё ещё не идут они, потому что вакцина востребованная, многие хотят именно Джонсону привиться, она однофазная. И вот такой вопрос. Известно ли что-то насчёт того, когда он появится? Да, увы, вакцина Джонсон — это проблема не только нашего государства, в принципе, она проблема Европейского Союза, потому что проблема с доставками, она связана именно с самим разработчиком, не с разработчиком, а с производителем. То есть у них, это их, скажем так, какие-то технические проблемы, поэтому мы ждём. На данный момент новые прогнозы говорят о том, что это будет начало сентября. Как только они появятся, мы, конечно же, сообщим публично. У нас буквально одна минута, но имя им звонок. Доброе утро. Хочу рассказать вам такую свою маленькую историю, и вопрос у меня будет такой вот, значит, после вакцинации, прошло уже, пройдёт в сентябре два месяца, я буду сдавать анализы там, потому что я после операции, после онкологии, вот в ноябре год. Можно ли попросить, чтобы сделали анализ на антитела против этого вируса? Выработались меня, не выработались? Потому что у меня там, знаете, болезней лучше назвать, чего нет. И сердце, и там... Ясно, спасибо. Извините, просто у нас буквально минута осталась. Вот можно ли? Спасибо. Спасибо. Да, на данный момент, на данный вопрос ответ очень короткий. Да, естественно, можете попросить, чтобы вам сделали анализ тоже на антитела. А, ну, замечательно, успели. Наверное, тогда будем завершать, потому что у нас... К сожалению, подходит к концу время. На связи с нами была Инга Васильева, представитель отдела проекта вакцинации. Спасибо вам большое. До следующего понедельника, я думаю, потому что Инга еженедельно выходит с нами на связь. А мы прервёмся на новости и рекламу и вернёмся в эфир. Радио Болтком